всем привет сегодня я покажу как запустить ей в контейнере докер мы настроим все необходимые конфигурационные файлы для докер compose а также для веб-сервера engine установим ей в контейнер и запустим получившийся веб-сайт на локальном хосте я андрей вы на канале данилов код поехали и вот что у нас должно в итоге получиться ссылку на все созданные в уроке конфиге я оставлю в описании к видео создадим директорию для нового проекта и перейдем в нее подготовим структуру директорий для докера в каталоге ввв будет приложение и и вспомогательные файлы композера в mysql-data будут храниться файлы баз данных в images php81 fpm соответствующий докер образ php fpm создадим файлы конфигурации compose ямл будет содержать конфигурацию контейнеров для докер compose mysql настройки баз данных mysql php-ini настройки php вхост.conf настройки виртуального хоста для nginx докер файл будет содержать конфигурацию образа php fpm в итоге у нас должна получиться такая структура откроем файл compose ямл в любом текстовом редакторе у меня это vs code в первую очередь давайте опишем сеть в которую будут входить наши контейнеры задается она с помощью ключевого слова networks пусть это будет сеть с именем ей пропишем также имя сети еще и в параметре name драйвер сети можно не указывать так как по умолчанию ей будет присвоен тип bridge далее нам нужно добавить описание всех наших контейнеров делается это с помощью директивы services начнем с сервиса nginx укажем имя контейнера и nginx образ для контейнера берем nginx последней версии проброс портов делаем с 80-го внешнего на 80-ый внутренний укажем используемые тома www для файлов сайта vhost.conf для конфига виртуального хоста nginx добавим наш контейнер в сеть и и укажем что он зависит от запуска сервиса php для того чтобы php запустился гарантированно раньше nginx далее заполним конфигурацию сервиса php укажем имя контейнера и php здесь мы используем собственный образ пропишем в параметре build путь к файлу докер файл создание конфигурации образа мы рассмотрим чуть позже далее мы указываем тома www для хранения файлов сайта php и не для конфига php укажем сеть и и в конце укажем зависимость от сервиса mysql теперь перейдем к сервису mysql зададим контейнеру имя и mysql образ mysql последней версии укажем тома директория www нам нужна для того чтобы можно было выгружать или загружать оттуда дампы базы том mysql data для хранения файлов баз данных mysql cnf для настроек mysql далее укажем переменное окружение для имени пользователя пароля пользователя пароля root а также имя базы данных пользователь и база данных будут созданы при первом запуске контейнера пропишем опции команде запуска mysql сервера чтобы mysql у нас работала с простым паролем и добавим контейнер в сеть и сохраняем файл compose yaml и возвращаемся в консоль теперь нужно создать конфигурацию образа php fpm открываем файл докер файл в редакторе в самом начале указываем базовый образ php 8.1 fpm теперь нужно до установить в образ недостающие компоненты команды для установки описываются с помощью инструкции run для начала обновим репозиторий затем установим библиотеки curl git и zip архиватор zip понадобится композеру для установки пакетов в базовом образе имеется утилита для установки расширений php поэтому воспользуемся ей в командной строке и установим расширение pdo и pdo mysql затем добавим команду установки композера чтобы работать в контейнере не из-под рута и чтобы создаваемые интерпретатором php файлы были затем доступны на хостовой машине давайте сделаем в контейнере пользователя с таким же айдишником как и наш текущий пользователь обычно это айди 1000 имя пользователя мы используем www.data так как именно под этим пользователем работает php fpm и здесь же присваиваем ему группу www.data теперь нужно переключиться на этого пользователя для удобства работы с контейнером зададим рабочую директорию и в конце опишем команду запуска менеджера процессов php fpm эта команда будет выполнена сразу после запуска контейнера теперь мы можем запустить docker compose для создания наших контейнеров переходим в консоль дожидаемся окончания процесса билда и поднятия контейнеров и переходим к установке ей для установки ей нам нужно зайти в консоль контейнера и php изначально мы попадаем в рабочую директорию которую задали в докер файле проверить ее можно командой pw d теперь давайте создадим проект с помощью композера после создания проект необходимо инициализировать перейдем в папку проекта и запустим процедуру инициализации выбираем 0 development и подтверждаем теперь чтобы веб-сервер знал как обращаться к нашему сайту нужно добавить виртуальный хост в config engines выходим из консоли контейнера и откроем файл vhost.conf в редакторе у нас будет два виртуальных сервера один для фронтэнда другой для бэкэнда начнем с фронтэнда указываем прослушиваемый порт и домен нашего сайта затем указываем корневую директорию сайта в которой находится входной скрипт index.php далее укажем индексные файлы по умолчанию и кодировку веб-сервера следующим шагом нам нужно указать локейшены для веб-сервера чтобы он знал что делать при обращении к различным путям в url запросах первый локейшен будет переадресовывать все что не является файлом или директорией на входной скрипт следующим локейшеном мы указываем что статические файлы такие как картинки шрифты таблицы стилей и так далее engines должен обрабатывать сам не посылая запросы в php fpm либо показывать 404 ошибку если ресурс не найден также очень важно для безопасности запретить запуск php скриптов из папок в которые могут попадать пользовательские данные например загруженные картинки еще одна мера предосторожности запрет на доступ ко всем файлам и директориям начинающимся на точку сюда относятся файлы типа .htxs каталог .git и другие и последний самый важный локейшен для обработки php скриптов в нем для начала пропишем проверку на существование запрашиваемого скрипта затем укажем индексный файл по умолчанию подключим предустановленные fastcgi параметры параметр script file name пропишем отдельно и наконец укажем проксируемый адрес на котором висит контейнер php fpm и обрабатывает наши запросы к php скриптам frontend готов виртуальный сервер для бэкэнда будет не сильно отличаться поэтому просто скопируем все что мы написали в файле до этого и вставим сюда же в самый конец нам нужно чтобы админка открывалась по адресу admin.localhost поэтому поменяем имя сервера запросы теперь должны приходить в бэкэнд изменим параметр root после локейшена для точки входа добавим еще такой локейшен он нужен чтобы у бэкэнда и фронтэнда была общая папка upload и чтобы файлы загружаемые в админке например фотографии добавляемых новостей мы могли сразу сохранять его фронтэнд и при этом чтобы они были по-прежнему доступны и в интерфейсе админке и в публичной части сайта сохраняем файл теперь войдем в контейнер и перезагрузим engine все готово можно открывать страницу в браузере видим ошибку 404 это значит что где-то в путях мы допустили ошибку так здесь попутно вижу еще у меня ошибка есть название файла cnf и здесь тоже cnf но эта ошибка не повлияла потому что базу данных мы еще не использовали скорее всего ошибка где-то в настройках конфига engine вот здесь написано frontend вместо frontend пропущенную coin так после внесенных изменений в конфиг необходимо перезагрузить engine и попробуем еще раз открыть страницу да теперь работает давайте также попробуем открыть админку нас переадресовывает на логин значит все работает вот так просто можно запустить сайт на ей в докере если у кого-то еще остались вопросы задавайте в комментарии обязательно подписывайтесь ставьте лайки это помогает в продвижении канала в этом видео я не останавливался подробно на каждой команде более подробный урок по основам докер вы можете посмотреть по ссылке в подсказках ну а я андрей вы на канале данилов код до встречи на следующем уроке пока